Ребят, всем большой привет! С вами Юля. И сегодня хочу сделать видео болтологического характера. Хочу порассуждать о том, что старит женщин, что выдает возраст, какие женщины и почему выглядят хуже и старше в своем возрасте, вот какие признаки вот это вот все выдают и добавляют возраст. Дело в том, что я интересовалась этой темой, также я много читала и интересовалась типами старения. Здесь о типах старения я рассказывать не буду, это объемная сама по себе тема, которая заслуживает отдельного видео. У меня, кстати, такое видео на канале есть. Но если коротко, у большинства русских женщин деформационный тип старения, либо отечный, то есть мы стареем больше по принципу, когда мы теряем четкий контур лица, в отличие от западных женщин, которые больше стареют по мелкоморщинистому типу, когда их лицо покрывается сеточкой морщин, также у них наоборот теряются объемы, то есть как бы появляются такие темные круги под глазами, ну лицо теряет объемы, это тоже не очень красиво и не очень здорово смотрится. Еще есть мускульный тип, и те женщины, у них грубее черты лица, знаете, с возрастом они становятся похожи немножко вот на накрашенных мужчин, им наоборот надо расслаблять мускулатуру лица, но это очень-очень коротко, очень примитивно, на самом деле эти типы старения, они бывают смешанными, и тема очень обширная, здесь мы ее трогать не будем. Помимо этого, первое, что приходит на ум, когда говоришь о том, что выдает возраст, это лишний вес, ну как бы придает такую тучность, грузность, утрачивается в образе какая-то моложавость, какая-то легкость, ну да, появляется грузность, тучность, и женщина выглядит взрослее, но я скажу так, что чрезмерная худоба, она тоже добавляет возраст, особенно, когда худеют, знаете, как вопреки своей природе. Если от природы женщина, она такая, ну вот в основном-то грушевидная женщина, либо такие, у которых такие аппетитные формы песочных часов, и они начинают себя мучить вот этими диетами, добиваются в результате своего, у них уходит этот вес, ну в принципе все достижимо, да, но вот они начинают выглядеть очень нездорово, особенно, когда, еще раз подчеркну, особенно, когда от природы нет вот этой худобы. То есть я не говорю сейчас о людях, которые от природы просто не склонны к полноте, которые всю жизнь худые, это можно проследить по родителям, маме или папе всю жизнь, вот они вот такого, знаете, поджарого, какого-то костистого телосложения, и они, наоборот, всегда стремятся к каким-то дополнительным формам, может быть, даже изнуряют себя в спортзале, чтобы вот получить вот эти там красивые икроножные мышцы, им легко держаться в нормальной форме, то есть, ну, легко не набирать вес даже с возрастом. Я говорю именно о той ситуации, когда от природы женщина была такой аппетитной пышечкой, но она себя вот доводит до такого худого состояния. Ну, как бы быть, стремиться быть лучшей версией себя. То есть, если есть предрасположенность к полноте, то, скорее всего, пусть она будет просто здоровая такая, знаете, полнота, но в худобу не стоит уходить. Многие, кстати, считают, что возраст сильно выдают морщины, и мне кажется, на этом просто очень неплохо зарабатывают косметологи и косметические компании, когда выпускают какие-то очень дорогие, нереально дорогие кремы от морщин. На самом деле морщины вот в списке признаков, которые выдают возраст, стоят далеко не на первом месте. И я даже читала статью, что мы расцениваем в первую очередь, когда нам нужно оценить возраст человека, и на первом месте идет динамика. То есть, как человек двигается, какая у него мимика. Потому что у возрастных людей, у них более угловатые жесты, какая-то более дерганая жестикуляция, менее плавные движения. И второй критерий, который тоже очень важен, из того, как мы воспринимаем возраст, это голос. То есть, у возрастных людей сильно меняется голос, и иногда действительно по телефону просто слышишь, когда разговариваешь с кем-то, либо по скайпу, но не видишь человека. Иногда угадываешь, а иногда не угадываешь. Очень приятно бывает, когда у взрослой женщины все еще сохраняется такой приятный, мелодичный голос, таких приятных, ну, такой приятной тональности, когда он не становится таким, знаете, бабским, каким-то песклявым, что ли, каким-то скрипучим. Вот это, мне кажется, тоже, как ни странно, такой признак молодости. Ну, это не мне так кажется, действительно, были на это исследование. Следующее, что сильно подчеркивает возраст, это какая-то отечность. Вот это, кстати, моя проблема. Ну, в принципе, я думаю, не только моя. В России, я думаю, очень много женщин склонных к отекам. Это предполагает наш морфотип старения. Я скажу так, здесь просто очень хорошо помогает спорт. Я бы поставила это на первое место. То есть, когда я тренируюсь, у меня как-то и черты лица становятся подчетче, и отеки уходят. Как только я прекращаю это делать, все возвращается на круги своя. Вообще, отеки и склонность к ним, это, наверное, тема для отдельного ролика. Конечно, нужно стараться меньше есть соленого. Молочка тоже может провоцировать отеки. Ну, кстати, самый главный миф, то, что вода может провоцировать отеки. Это не так. Наоборот, дефицит воды может провоцировать вам отеки. Когда организму не хватает H2O воды, он начинает делать запасы воды. Другое дело, если вы пьете много воды, и при этом видите много соли, соленой такой нехорошей пищи, пищи с различными химическими добавками, тогда да, тогда у вас вода, жидкость начинает застаиваться. Но, в принципе, если вы питаетесь нормально, вода вам навредить не может. Это уже тоже доказано. Дальше, как мне кажется, возраст сильно выдает, конечно, качество кожи. Но я говорю не только о морщинах. Морщины тоже выдают возраст, особенно крупные морщины, особенно заметные морщины. Все-таки здоровая кожа, в которой много коллагена, которая такая упругая, эластичная, они всегда морщин либо не будет вообще, либо их будет очень мало. Но, я бы сказала, ничуть не меньше, чем морщины, выдает возраст такая, знаете, грубая пористая кожа, такая, которая уже похожа на мужскую. Просто она грубеет с возрастом, расширенные поры сильно добавляют возраст. И здесь просто нужно вводить в свой уход кислоты, нужно вводить какие-то бережные пилинги, чтобы кожа постепенно обновлялась, постепенно и мягкая. То есть кожу обязательно нужно отшелушить, помогать ей обновляться. Особенно это касается возрастной кожи. То есть чем старше мы, тем вот этот пункт, он актуальнее. Тогда она не будет вот так грубеть, становиться такой пористой, плотной, возрастной кожей. Конечно, это уже заметно именно с близкого расстояния, с дальнего расстояния, либо на видео или фотографии. Вы этого можете не заметить. Но тем не менее в реальной жизни мы как раз и общаемся с людьми с близкого расстояния. И даже тональный крем это не всегда скрывает. Но кроме того, завершить это видео я все-таки хочу тем, что сильно выдает возраст настроение. Горят ли у женщины глаза, оптимистично ли она настроена, любит ли она, любима ли она. Все это очень видно, это считывается. Заинтересована ли она чем-то. Есть у нее какое-то любимое дело. Довольна ли она своей жизнью. Ну, в принципе, наполнена она или нет. Иногда этот пункт, он просто перекрывает все остальные. Пишите свои комментарии, что на этот счет думаете вы. Спасибо, что посмотрели данный ролик до конца. И всем пока, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok